Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости на УТВ Серпуха в студии Ирины Баракиной. Сегодня главные темы выпуска. Проводы зимы. Глава Дмитрий Жариков проверил подготовку к Масленице в Принарском парке. Где торгуют смертью? На заседании общественной палаты отдел по контролю за оборотом наркотиков отчитался о проделанной работе. Несправедливо забыты. Почему чиновники взяли землю в Министерство обороны, а жилые дома на баланс не ставят? Сегодня глава Серпухова Дмитрий Жариков проверил на готовность в Принарский парк, который в этом году станет главной площадкой для проведения масленичных гуляний. В Принарском парке продолжается благоустройство. Глава Дмитрий Жариков проверил ход работ. Уже к началу марта будут готовы пять беседок, чтобы жители смогли отдыхать с комфортом. На данный момент к домикам подводят электричество, водопровод и устанавливают камеры видеонаблюдения. После приступят к строительству кафе. Также городоначальник проверил подготовку к масленичным гуляниям. В воскресенье 18 февраля гостей ждет большая анимационная программа с цирковыми номерами выступлений силовых гимнастов-деревяков. Также будут работать аттракционы и ярмарка. На праздники у нас для всех желающих будет подготовлено более 4000 блинов бесплатных. То есть можно будет прийти с горячим чаем, с вареньем. Впервые в Серпухове выступят цирковое шоу курочек. А также гостей ждут русские забавы. Ледяная горка, катание на тюбингах и ледянках, бои подушками, хождение на снегоступах, прыжки в мешках, перетягивание каната, метание валенка на дальность. В завершении мероприятия по традиции состоится фаер-шоу и сожжение чучела. На праздники будет разыграно множество призов. Комплексная работа на расширенном заседании местного координационного совета сторонников партии «Единая Россия» обсудили деятельность отделения «Ячейки» и наметили план работы на ближайшее время. Мероприятие прошло под председательством секретаря местного отделения Дмитрия Жарикова. Подробнее о темах встречи и о принятых решениях смотрите в нашем следующем выпуске новостей. На очередном расширенном заседании общественной палаты сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции и Серпухова отчитались о проделанной работе за 2017 год. По результатам оперативно-служебной деятельности по незаконному обороту за прошедший год было выявлено больше 112 случаев сбыта наркотических веществ. За 12 месяцев было изъято более 21 килограмма наркотических средств. Можете посмотреть, самые распространенные – героин, шиш, марихуана, амфетамин, спайс, соль, метадон, кокаин изымался, феноборбитал. Пресечена деятельность подпольной лаборатории за пределами городского округа. Арестовано 10 наркозбытчиков, в том числе и закладчица, гражданка Таджикистана с героином массой 627 грамм и жители других азиатских стран. Неравнодушные жители города зачастую оказывают содействие полиции. О закладках с наркотической дозой и наркоманах с живущим рядом можно сообщить анонимно по телефону 35 28 98 35 26 23. Очень хорошо работает 112. Те линии, которые у нас поступают в дежурную часть, они зачастую всегда объем информации большой идет от жителей по разному поводу и без повода. Поэтому в срочном порядке бывает, что не дозвониться. 112 работает хорошо. То есть это первое. Фиксация идет в службе 112. Они передают нам карточку. Прохождение информации 1-2 минуты. В планах общественной палаты установить взаимодействие с оперативным общественным штабом по противодействию и распространению курительных смесей и наркотических веществ на территории Московской области. Готов ли город принять поток туристов? Сегодня общественная палата совместно с городским отделением общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления обсудила тему серпуха в туристском маршруте «Золотое кольцо России». Круглый стол прошел на базе историко-художественного музея. И это не случайно. Учреждение культуры известно за пределами нашего города давно благодаря тем фондам, которые бережно хранит, и тем формам работы, которые внедряют для привлечения туристов. Проект «Ожившие картины» получил высокое признание. Серпуховский историко-художественный музей готов к тому, чтобы вступить в «Золотое кольцо» и чтобы представить наш город Серпухов в самом выгодном свете для посетителей и нагородних, и наших серпуховичей. Наши серпуховичи уже хорошо знают форму нашей работы, приезжие гости тоже дают оценку. То есть ту работу, которую мы сегодня проводим, в первую очередь, конечно, мы сегодня нацеливаем на прием гостей извне. Серпухов умеет удивлять и готов предложить туристам интересные маршруты по историческим местам. Участники «Круглого стола» пришли к выводу, что уже сейчас, до объявления результатов комиссии по разработке маршрута «Золотое кольцо России», необходимо составить программу туристического развития. В погоне за рейтингами на этой неделе районные СМИ в очередной раз разместили в своих сетевых ресурсах недостоверную информацию. В этот раз журналисты затронули тему судебного заседания с участием бывшего мужа Серпуховички Маргариты Грачевой. Напомним, несколько месяцев назад молодой человек в порыве ревности отрубил девушке кисти рук. По словам авторов портала, на судебном заседании представители городской прокуратуры выступили против лишения Дмитрия Грачева родительских прав. Однако, по официальной информации, полученной из ведомства, сотрудники прокуратуры не только не выступали с заключением по делу, но и озвучили свою позицию по существу спора. Цитирую, ввиду невозможности совершения данного действия до окончания стадии судебного следствия. Мы продолжим следить за развитием событий. Заявление чиновников сельского поселения Васильевска о том, что Фенина на землях, переданных Министерством обороны Серпуховскому району, полигона не будет, вызвало неожиданный резонанс. Жители бывшего военного городка недоумевают, почему на баланс поселения не берут их дома. Земли военного городка взяли, а про людей забыли. При этом чиновники от участка площади 117 гектар не отказались и планируют его сдавать в аренду. Эту тему продолжит Маргарита Кирикович. У Бахмута сын занимается этими помойками, и они хотели это все взять в свои руки. Очередное заверение главы сельского поселения Васильевска, что полигона в Фенина не будет, особого доверия у людей не вызвало. Благие намерения местных и районных властей жители не верят. Никто не дает гарантии, что на 117 гектарах появится экологически безвредное предприятие. Поэтому предложение жителей ближайших деревень и СНТ, переданное Серпуховскому району землю Министерства обороны, отдать лесному фонду было закономерным. А нельзя вот эту землю нашу перевести в лесной фонд? Нет. Почему? А зачем нам переводить в лесной фонд? Ну давайте мы дачу 87-й километр, 200 гектаров, переведем в лесной фонд. Земля должна приносить, естественно, земли. Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, земли в сельском поселении Васильевской и в целом в Серпуховском районе прибавилась на 117 гектаров, и она будет приносить прибыль. С другой стороны, возникает вопрос. А почему тогда чиновникам поселения и района не взять на свой баланс дома бывшего военного городка? Ведь около 2000 человек, а это семьи ветеранов вооруженных сил, уже какой год находятся в подвешенном состоянии? Почему район не принимает дома? Министерство обороны их отдает. Почему не принимает? Жители военного городка Фенина вспоминают, как несколько лет назад к ним приезжал глава Серпуховского района и обещал реконструкцию территории. Мы к нему обращались с вопросами. Он нам обещал, что все будет сделано. И до сих пор у нас, вот уже два или три года прошло, у нас до сих пор ничего не сделано. Он сказал, что все ваши дома будут под присмотром, что все будет работать, что будет все функционировать. А мы живем и видим, что у нас только все хуже. Газа на то время хоть какой-то был привозной, сейчас уже давным-давно и привозного нет. И ничего с мертвой точки у нас не двигается. У нас только, наоборот, все хуже происходит. Разрушающиеся здания с разбитыми окнами, огромные сосульки на домах, а в подвалах протечки канализационных труб и свалка бытовых отходов. Вот так сегодня выглядит бывший военный городок. А сегодня это часть деревни Фенина. Вас передали в Серпуховский район? Да. Год назад была такая информация официальная от Министерства обороны. Мне лично приходило письмо, но ничего не изменилось с тех пор, когда кто-то ездил в Васильевское. В Фенинское поселение? Да, ездили в Васильевское люди, спрашивали. Там говорили, нет, мы ничего не знаем. Вот как помойку сделать, так вроде как хозяева находятся. А как за нами ухаживать? Нет. Хозяевов нет. Доведенные до отчаяния жители решительно настроены. По словам людей, за нынешних чиновников голосовать на выборах осенью здесь не планируют. Наш городок брошен. Кому идти? За кого голосовать? Газа нет уже два с лишним года. Почему? По документам все проведено, газифицировано и отчитались. И деревня наша, Фенино, и наш воинский городок. А почему? Ничего у нас не делается. Мусорка еще по осени даже, проблема была с мусоркой. Вы видите, сейчас начнет снег таять. Представляете, это эпидемия будет. Жители уже не надеются быть услышанными местными и районными властями, так как данное обещание чиновники не выполнили. И кредит доверия исчерпали, значит, должны уступить место другим, более достойным кандидатам. Социальное гостиное мероприятие, организованное городским управлением социальной защиты в Доме ветеранов, направлено на обсуждение всех проблем, касающихся пенсионеров. На очередной встрече представители социальных учреждений, многофункционального центра и активисты Дома ветеранов обсудили нововведение муниципальной сайта на портале государственных услуг. Региональный портал государственных услуг обсудили в Доме ветеранов. Новый ресурс услуги.мосрег.ру позволит узнать самую точную информацию о месте получения и сроках оказания государственных и муниципальных услуг, оформить любой документ, получить нужную справку, записаться на прием к врачу. На сегодняшний день 22 услуги от Министерства социального развития можно получить, не выходя из дома. С конца 2017 года в Московской области внедрён региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Он называется РПГУ-МО. То есть вы его с лёгкостью найдёте. И до конца 2018 года практически все услуги нашего ведомства и Управления социальной защиты, Министерства социального развития будут переведены на этот портал. Гостям социальной гостиной Пашагова разъяснили принципы работы с муниципальным порталом. Для получения услуг необходимо осуществить три шага. Зайти на сайт, пройти процедуру регистрации и подтвердить свою учётную запись в 26 и 27 окнах городского МФЦ. Если вы первично регистрируетесь, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. И сотрудники без проблем вас регистрируют, и вы уже непосредственно сами можете пользоваться всеми прелестями. Зарегистрироваться на сайте госуслуг несложно. Пожилым лицам, сотрудники МФЦ и социальной защиты оперативно окажут всю необходимую консультационную и практическую помощь. Маломобильным пенсионерам помогут на дому и доставят в МФЦ на специальном транспорте. В МФЦ их встретят также тьютеры, помощники. Поэтому мы готовы в любой форме оказывать эту помощь. На территории наших учреждений это будет происходить. На территории Дома ветеранов, где мы сегодня находимся. На территории учреждений Меридиан, которые у нас активно работают с инвалидами. И наш детский центр, который находится по адресу Химиков 15. То есть это наше учреждение. И непосредственно наше самоуправление, которое находится по адресу Советская 88 на первом этаже. На муниципальном сайте услуг можно записаться к любому врачу. О правилах записи на прием гостям рассказала начальник отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Мария Костова. Запись к врачу через портал не требует входа. То есть можно написать в поисковике, просто пишите «Записаться к врачу» и вам открывается сайт услуги МОСРЕК. Там не надо ни породничать, там будет прям вести полис, строка, полис на голубом таком и дату рождения. Вы вводите и входите. В ходе встречи в социальной гостиной участники получили информацию о правилах получения льгот на санаторный отдых, льготное лечение и получение лекарственных препаратов. Вся информация будет донесена до подопечных в социальных учреждениях и жителей города. Не лают, не кусают. В центре реабилитации «Меридиан» на этой неделе одно из занятий с детьми провели четвероногие специалисты. Курсы киностерапии помогают особенным детям в развитии и адаптации. Затем, как проходит процесс лечения с участием специально обученных собак, наблюдала и моя коллега Ася Климова. Можно погладить, обнять и даже почесать за ухом этих хвостатых врачей на приеме свои правила. Юнопациентам они, кажется, разрешают делать все. Здесь главное – позитивные эмоции. Мне нравится. Какая мягкая, такая бушистенькая. Сегодня более 30 детей смогли пройти курс реабилитации четвероногими терапевтами. На подобные акции приезжают зооволонтеры со специально обученными собаками. Их выбирают из сотен претендентов. Ноль агрессии – максимум спокойствия. Они хорошо ладят с детьми и другими животными. Мы только приветствуем это разнообразие всех вот этих вот методик, потому что вот именно тактильное общение с животными, оно и дает порой толчок для того, чтобы немного что-то сдвинуть, что-то изменить у наших особенностей детей. В Центре реабилитации «Меридиан» подобные встречи проводят уже не в первый раз. Особенным детям киностерапия помогает раскрыться эмоционально, развить мелкую моторику и адаптироваться в социальной среде. Это повышение жизненного тонуса, это эмоциональный настрой. Сами увидели, наверное, как дети отреагировали на появление собак, как стали улыбаться, желание потрогать, погладить животное. То есть это положительные эмоции. Родители тоже участвуют в занятиях. Признаются, результаты такой терапии видно сразу. Некоторые семьи даже решили завести питомца дома. Изменения есть. Ребенок становится более открытым, Он начинает больше любить природу, понимать ее, понимать окружающий мир. Очень помогает. С этого года в Центре реабилитации «Меридиан» в виде положительного результата решили отводить киностерапию еще больше времени. Благодаря новому проекту Центра и приюта для животных «Хвостатый рай» занятия будут проходить ежемесячно. Записаться на прием к «Хвостатому другу» можно будет совершенно бесплатно. Музыкально-драматический театр покажет новую постановку. Публика увидит премьеру эстрадно-драматическую комедию Генриха Рябкина «Модели сезона». Художественный руководитель театра Павел Цепенюк и директор Игорь Шестун рассказали о спектакле на пресс-конференции. Если жена в науке, что остается делать добропорядочному супругу? Помогать жене делать докторскую и брать на себя стирку-уборку? Однако такой формат семейных отношений не слишком устойчив. Рано или поздно мужчина вспоминает о своем месте в науке, и это меняет весь ход событий пьесы. «Модели сезона, и там, как бы сказать, любовь в семье. Чем держится семья? Какими скрепами? И как, что нужно сделать, чтобы удержать жену или удержать мужа? И не поздно ли это? И что вообще есть, особенно женское счастье? Что это такое? Мужское тоже. Нашли, не нашли?» Сюжет пьесы о перипетиях семейной жизни всегда актуален. Он будет интересен зрителю любого возраста. Актёры музыкально-драматического театра, как всегда, блеснут эстрадно-хореографическими номерами. Песни Навеллы Матвеевой, Булата Акуджавы и других известных авторов прозвучат в необычной оркестровой аранжировке в исполнении Татьяны Чурикова и Дмитрия Глухова. «Это очень музыкальный, очень музыкальный спектакль. Всего девять номеров вокальных. Это очень много. Ну, то есть я старался не переборщить. Они все безумно разные. Скажем так, стиль выбора, отбора. Вот я хотел этого разнообразия. Безумно смешная ситуация. Безумно смешная. Прекрасно выписанные характеры. Я надеюсь, что ребята успеют их освоить. Актеры наши. Все это с необыкновенным юмором. Но дальше постепенно-постепенно там возникает как бы вот такие... Начинает незаметно Генрик Рябкин немножко из этого жанра ситуационного выходить в жанр немножко драматический. Немножко на сердце начинает скрести. Роль модели в комедии сыграет Анастасия Собина. По сценарию она будет участницей показа мод, хотя, по мнению художественного руководителя, смысл названия постановки совсем не в этом. В этом смысл свой, что нынче модно. Но модные отношения, модный характер и модные судьбы. Не только одежда. В спектакле играют блистательные актеры. Кандидат наук Виктория Драняева, ее муж Сергей Ургансков, профессор Михаил Диамент, официант в ресторане Родион Баулин. Премьерные показы модели сезона состоятся 18, 23 и 24 февраля. Подробности смотрите на сайте городского театра. Серпухов готовится к масштабным масленичным гуляниям. Всю неделю праздничные мероприятия шли в разных уголках города. Угощали блинами на красном текстильщике, чернышевской бумажной в Ивановских двориках. В эти выходные провожать зиму продолжат в парках города. В субботу развлекательная программа стартует в питомнике. Здесь можно будет весело провести время с детьми и принять участие в конкурсах и играх. А кульминация праздника с насыщенной развлекательной программой и традиционным сожжением чучела масленицы состоится в Принарском парке. Начало программы в 13 часов. 15 февраля в Щелкове состоялось областное первенство побочи среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из различных городов Подмосковья. Серпухов представляли члены клуба «Равные возможности». После напряженной борьбы второе место занял Артем Дианов, который был награжден грамотой и медалью Министерства физической культуры и спорта Московской области. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. В 21.20 смотрите новый выпуск программы «Сделай громче», гостем которой станет Вадим Самойлов. Отслеживайте новости на нашем сайте, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. С вами вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года!